приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы в первую очередь хочу поблагодарить все те 240 тысяч подписчиков которые остаются с нами и продолжают смотреть по выражению некоторых наши длинные и скучные видео все дело в том что в частности приготовление домашних колбас является нашей миссии в каждом видео мы стараемся как можно более детально донести до вас все технические моменты приготовления крафтовых колбас домашних условиях частности за последнее время мы сделали брауншвейскую со стартовыми культурами без климатической камеры также сделали пармскую сыровяленую колбасу сейчас все упадет салями милана я приготовил такую корзиночку чтобы показать вам испанский фуэт и еще много интересных колбас рецептуры которых мы адаптируем для домашнего приготовления с минимумом оборудования и с максимумом кайфа для вас конечно же всех нас объединяет желание и то что мы любим вкусненько похомячить мы любим вкусную колбасу мы любим вкусные сыры и мы конечно же любим вкусный алкоголь поэтому мы здесь на этом канале собрались все вместе и я считаю своей главнейшей миссией приобщения как можно большего количества людей к домашнему крафту я считаю что домашние крафтовые продукты 100 или в тысячу раз лучше того что сейчас можно приобрести в масс-маркете друзья для того чтобы не быть голословным я не стал учить а просто прочитаю вам на примере докторской колбасы советский гост сороковых годов и так колбаса вареная докторская в процентном соотношении на 100 килограмм с килограммов сырья мясо говядины высший сорт без жил 250 25 килограмм извините здесь 25 процентов мясо свинина полужирная или лопатка 75 соль 2 процента сахар 0 1 селитра или нитрит натрия 0 0 3 процента мускатный орех или кардамон молотый 0 0 3 процента давайте это сравним с современными украинскими гостами которые действуют сейчас по докторской колбасе 30 процентов птичье мясо 25 процентов мясная эмульсия и на этом моменте я хотел бы остановиться дело в том что многие зрители навряд ли себе представляют что такое мясная эмульсия или так называемая ммо мясо механической обвалки посмотрите как это выглядит отделается мясная эмульсия или мясо механической обвалки из отходов мясного производства туда идут шкуры рогатого скота идут кости идут хрящи и в результате очень мелкодисперсной перемолки получается действительно эмульсия и эту колбасу нам с вами предлагают употреблять пищу 25 процентов соевый белок 10 процентов жирная свинина и шпик 6 8 процентов крахмала и муки 2 процента вкусовые добавки 2 процента от веса и именно когда 7 лет назад я узнал о мясе механической обвалки о мясной эмульсии мне впервые в голову пришла идея приготовить свою первую домашнюю колбаску а после этого открыть youtube канал который будет посвящен домашнему крафту друзья на сегодняшний день я продолжаю утверждать что любая домашняя продукция будь то колбаса сыр домашнее пиво или домашний алкоголь 100 тысяч 500 раз превосходят по своему качеству и по отсутствию вредного влияния на организм даже самые хорошие брендовые продукты из недешевого супермаркета сегодня мы привлекаем и стараемся как можно больше привлечь к домашнему крафту начинающих колбасников люди которые смотрят этот канал но еще не решили сделать колбасу и на самом деле на моем жизненном пути было огромное количество таких людей которые советовали со мной лично по приготовлению первой колбаски а через несколько лет советовались по открытию небольших колбасных производств то же самое происходило и с алкоголем дорогие друзья начинающие колбасники мы приготовили для вас набор начинающего колбасника причем продаваться он будет на сайте крафт-стор ссылочка на сайт будет в описании крафт-стор это самый большой в украине интернет супермаркет товаров для домашнего крафта так вот этот вот набор начинающего колбасника будет продаваться на крафт-сторе с значительной скидкой если купить все эти вещи которые вам необходимы просто для приготовления первой домашней колбасы по отдельности они обойдутся около 2000 гривен мы же для вас сделали специальную цену вот таким вот большим набором это все будет стоить у нас 1600 гривен и давайте более детально рассмотрим что вы что мы для вас приготовили наш набор рассчитан на то чтобы помочь вам создать свою первую домашнюю колбаску наверняка это будет какой-то сервелат который вы захотите приготовить в духовом шкафу не используя какого-то специального оборудования поэтому мы приготовили для вас коллагеновую оболочку в количестве 5 метров 45-го калибра это самый ходовой калибр оболочки для сервелатов также приготовили пол килограмма нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0406 процентов и колбасный шпагат для того чтобы вы смогли завязать свои батончики колбасы в данном случае у меня 100 метровая бобина шпагата в набор же входит 50 метровая бобина то есть два раза меньше но поверьте хватит вам его надолго также друзья в набор входят ювелирные весы они у меня еще не распечатанные в комплект входят батарейки и эти ювелирные весы вам будут необходимы для того чтобы точно отмерить нужное количество специй и нитритной соли для вашей первой колбаски очень важный инструмент вот такой вот термометр это термометр который имеет мясной щуп на бронированном кабеле соответственно этот щуп можно помещать батон колбасы внутри духового шкафа и также вот такой вот индикатор здесь есть даже прекрасный магнитик чтобы его примагнитить непосредственно духовку и есть подставочка данный термометр имеет звуковой сигнал что позволит вам не пропустить достижение вашей колбасой температуры готовности и в завершении всего колбасный шприц да многие продвинутые колбасники скажут что это самый простецкий самый дешманский колбасный шприц который и покупать наверное не стоит но дорогие друзья свою колбасную карьеру я начинал именно с такого колбасного шприца и поверьте вот этот вот колбасный шприц помог мне набить первые свои наверное 50 100 батонов колбасы и после этого я его чудесно подарил своей родственнице которая также стала у нас колбасницей шприц действительно самый простой выполнен из пищевого алюминия но во первых он имеет удобную присоску что позволяет его зафиксировать на гладкой поверхности сюда у нас ставится ручка поршня поршень как на всех шприцах винтовой но конечно же не редукционный на более серьезных шприцах у нас будет уже у вас будет когда вы так тут левая резьба по моему не правая когда вы станете матерым колбасником у вас уже будет редукционный винт а в этом простеньком шприце мы имеем самый обычный винт имеем в комплекте еще дополнительно если у нас нету если у нас нету гладкой поверхности имеем струбцину с помощью которой мы эту историю можем закрепить на столе далее у нас вот такая вот штука и три цепки разного диаметра которые совершенно спокойно позволяет набить начиная от тоненький вообще правильно говорить выбить если вы хотите стать колбасником то приучайтесь говорить правильно выбить от тоненьких сосисок которые вы наверно наверняка захотите приготовить для своих деток до какой-то более-менее приличной колбасы этот шприц позиционируется как полутора килограммовый шприц и вмещает себя соответственно полтора килограмма мясного фарша прямую ссылочку на этот замечательный набор дорогие друзья вы найдете конечно же в описании ролика и на самом сайте весь набор уже продается со скидкой которую я озвучил можете также купить по отдельности некоторые части набора а пока вы будете раздумывать я вам расскажу о информации по поводу гост вот тот вот первый советский гост который я вам зачитал сороковых годов был основан на технической литературе а именно на альбоме абрама конникова колбасы и мясокопчености на нашем сайте крафт-стор вы найдете раздел библиотека в котором мы собрали для вас огромное количество литературы по домашнему крафту там есть книги по винокурению по пивоваренью по сыродели и конечно же по колбасированию в том числе вы можете совершенно бесплатно скачать этот альбом абрама конникова который я считаю должен быть настольной клик книгой любого крафтового колбасника помимо этого эту книгу у нас можно купить печатном издании дорогие друзья также на крафт-сторе вы найдете раздел рецепты который разделен по категориям и соответственно в разделе колбасы вы найдете текстовые пошаговые рецепты ко всем видеороликам которые есть на нашем youtube канале вашим же первым путеводителем в мире приготовления вкусных домашних колбас может стать вот это вот видео здесь сейчас будет всплывающее окно его уже посмотрела более полумиллиона зрителей это видео о том как приготовить самый простой домашний сервелат в духовке с минимумом оборудования по сути вы можете приобрести только колбасную оболочку и приготовить свою первую колбасу но я знаю что многие хотят посмотрев наше видео посмотрев как мы наслаждаемся вот так сейчас упадет вот такими прекрасными колбасками многие хотят сразу же приобрести небольшое количество оборудования поэтому мы для вас сделали такой набор с огромной скидкой и да этот набор мы продаем практически без прибыли для нас то есть мы его продаем практически по себестоимости но тут включается не вопрос бизнеса а включается вопрос миссии нашего канала мы хотим вас завлечь заманить запропагандировать в домашний крафт поэтому как всегда делают любые пропагандисты мы предлагаем вначале что-то за почти бесплатно помимо этого дорогие друзья чтобы не снимать отдельное видео покажу вам несколько товаров которые наверняка могут вас заинтересовать даже если вы не начинающий колбасник у нас появился и достаточно по сильно сниженной цене вот такой вот шприц который предназначен для мокрого посола для шприцевания мяса еще этот шприц подойдет для съемок реплики фильма кавказская при пленнице также друзьям у нас появился вот такой вот термометр гидрометр который вы можете использовать в помещении в погребе или в климатической камере для измечения температуры и влажности работает эта штучка на батарейках батарейка в комплекте а температуру и влажность вам надо измерять для того чтобы обеспечить наилучшие условия для созревания сыровяленых колбас девайс сомнительной на мой взгляд удобности но при этом очень интересный это ложка весы имеет цифровые весы батарейка также в комплекте это больше не колбасный а кухонный аксессуар когда он постоянно надо измерять какие-то количество какой-то сыпухи или жидкости вы можете сразу же видеть вес то есть вы зачерпнули у вас появился вес вы видите много вы лишачок отсыпали и собственно говоря добавляете в свой борщ или в колбасу нужное количество ингредиентов китайцы даже положили тут инструкцию и в заключении хочу показать вам вот такие вот весы они еще даже запечатанные приехали к нам придется их сейчас быстро распечатать это мои любимые весы которыми я дома пользовался на протяжении пяти лет это 10 килограммовые весы которые нужны они как бы и кухонные и для фарша и для любых других собственно говоря измерений основные преимущества очень надежные позволяет делать тарирование то есть поставить сюда какую-то тару сбросить на ноль после этого измерить нужное количество необходимого вам ингредиента в комплекте также входят в батарейки штука надежная как автомат калашникова реально лет пять у нас работала раз сто падала и ни разу с ней ничего не случилось также дорогие друзья небольшой спойлер в ближайшее время на нашем канале выйдет несколько интересных видео о приготовлении сыровяленых продуктов которые мы готовили просто в обычной холодной комнате без холодильника без климатической камеры и без вообще без никакого оборудования это вот эти вот колбаски которые здесь вот сложены помимо этого будет еще интересное видео о цельномышечной свиной вырезки белой благородной плесени поэтому чтобы все это великолепие не пропустить обязательно подпишитесь на канал нажмите на колокольчик и конечно же напишите коммент поддержку канала ну и соответственно поставьте лайк друзья ждем вас в рядах колбасников ждем вас в рядах крафтовиков подписывайтесь на канал оставайтесь с нами и пройдет очень маленький промежуток времени вы откажетесь вот от этой истории с мясом механической обвалки потому что выглядит она очень пугающе и начнете к своему столу готовить вот такие вот прекрасные колбаски спасибо большое за внимание ссылочка на интернет магазин в описании ролика всего доброго пока